привет вы на канале шугаринг дома и с вами я юля рябова не забывайте подписываться на мой канал ставить лайк и нажимать колокольчик ну а сегодня мы продолжаем серию моих видео о разоблачении некачественных услуг и плохих мастеров и об ошибках шугаринге и сегодня мы поговорим о пятой ошибке это разогретая паста я сейчас я вам расскажу почему же нельзя греть пасту именно так делают многие мастера греют микроволновки греют на батарее разогревают ее в воскоплаве чтобы она была такая мягкая этого делать нельзя мы бежим от таких мастеров и я сейчас расскажу почему все знают законы физики и я думаю многие из нас выходили на улицу с кипятком по крайней мере в детстве в кружечке и лили можно сказать этот кипяток на воздух и он превращался в снег или вы ней по законам физики горячая или теплая жидкость или вода или какая-то жидкая субстанция она быстрее затвердевает также происходит и с пастой когда они берут разогретую пасту она поначалу такая пластичная но через 3-4 стежка она начинает дубеть а когда паста дубеет она уже некачественно выдирает волос и нечисто и мастеру приходится подчищать на одном и том же месте несколько раз либо подмешивать более мягкую пасту опять же разогретую либо брать другой новый кусочек разогретой пасты это неправильно так быть не должно соответственно мы получаем перепилинг облом волоса и некачественное удаление волос и у нас опять же врастают волосы поэтому мы не ходим к таким мастерам которые разогревают пасту свой рабочий материал паста должна быть комнатной температуры то есть там 23 25 градусов смотря какая температура в помещении и она сама разогревается до 36 до 37 градусов при температуре нашего тела и поэтому не совершайте таких ошибок если вы хотите получить качественную услугу не ходите к таким мастерам ну а я жду вас в следующем видео где мы рассмотрим еще причины ошибок шугаринге всем пока всех тур горит зря попали до ума гладкий мир без волос на эту просторе освободись от волосни скинь уже лохмоть